Всем привет! С вами Сергей Проект По. Давненько я не рассказывал про фантастику, как-то что фэнтези, триллеры, ужасы, а я все-таки разные жанры читаю и вот исправляюсь. Сегодня я хочу рассказать про фантастическую книгу, которая вышла в 2019 году у издательства Фанзон. Автор, который уже мелькал на моем канале, я делал про него отзывы, про его трилогию, точнее про первый роман трилогии, про второй роман я вам, видимо, не снимал уже видео, потом про самостоятельные романы я его рассказывал, вы, наверное, уже догадались. Автор, который очень скрупулезно пишет объемные романы, зовут его Ким Стэнли Робинсон и довольно много у меня на самом деле его произведений, я планирую еще и еще его читать, но сразу заспойлерю вам свое впечатление, что этот роман, наверное, на самом низком месте из того, что я прочитал у Кима Стэнли Робинсона. Сейчас я постараюсь рассказать, почему. Во-первых, название романа «Красная Луна», как вы видите, он издан с суперобложкой, без суперобложки он выглядит вот так, вот, и красная здесь, если вы ожидали, что это будет типа Красного Марса, там, Зеленого Марса и прочее просвоение планеты, нет, здесь будет сделан упор совсем на другое. Здесь Красная Луна, как вы должны догадаться, вот, если видите на обложке Красный Флаг Китайской Республики, здесь связано как раз таки с Китаем, что это 2047 год, Луна уже колонизирована и здесь три главных действующих лица, которые на самом деле очень друг на друга не похожи, но вот Сунду и Судьба их сводят вместе и они пытаются противостоять Китаю, противостоять борьбе режимов, противостоять политике, здесь на самом деле, ну, много процентов чтения, это будет социальная составляющая, взгляд на то, как китайцы общаются, мыслят, что такое фэн-шу и прочее, но почему-то мне показалось, что все это, как будто, знаете, заштампированное мнение о Китае, и вот автор так вот и выдает, что вот именно по фэн-шу и они строят там дома, свои теории и так далее, так же стихи там они пишут, общаются вот именно на такие темы, немного так было стереотипно, я не верил, что вот герои вот так вот они общаются, да, и вот так показывают китайцев, вот, ну, это опять же, может быть, мои личные заморочки. Какие же тут персонажи? Здесь есть американец, который приехал и, собственно, сразу стартует с этого сюжет, он оказывается на месте преступления, там на Луне происходит убийство и его похищают, с ним начинают что-то сделать, вот, внезапно ему помогает уже китайский персонаж, это девушка-революционерка, которая собирается свергнуть эту монархию, эту красную, красный Китай, все перевернуть по-своему, она прям идейный лидер, вот, но, опять же, есть сложности с ее нахождением на Луне и вот как они с этим американцем сконтачатся и что им придется делать, вот, есть еще третий персонаж, которым будет помогать, там будет журналист Ташу, который там хороший блогер, он рассказывает про всякие нюансы, он со многими контактирует и он будет постоянно этой парочке помогать. И вообще, на самом деле, да, если прям по сюжету, вот эта детективная часть расследования, они, кто подставил, так сказать, американца и постоянно будет беготня, то есть они то на Землю вернутся, то опять на Луну и они то в одну фракцию попадут, их словят, потом появится кое-кто их освободит, они опять бегут, опять их хватают и опять кое-кто появляется, их спасает или там будет все время появляться, что вот сейчас вас уничтожат, вам надо отсюда переместиться и они перемещаются в другое, какая-то база уничтожается, там какие силы поднимаются, как революция, восстание там глобальное происходит и как замешаны во всем этим наши главные герои. Все это будет немного скомкано, то же самое, как и многовато будет политики, вот это писание каких-то там почти интриг, но все как-то так, не веришь всем этим составляющим, слабовато все это продумано, потому что еще слишком много тут каких-то фактов о Китае, в которые я, ну как-то мне не верилось во все это, в такой вот менталитет, это их такие вот события, как он представляет, почему так не зацепило, я не знаю, наверное, потому что мало было какой-то технической составляющей, вот про Луну, про уклад жизни, про другое мышление и прочее, а все было, как будто это происходит не в далеком будущем, там в освоении Луны, а все это происходит как в обычном, вот сейчас в обычной жизни просто добавились какие-то декорации, и в этой части мне показалось не сильным, у Робинсона произведение, тем более, знаете, мало персонажей, вот буквально эти три персонажа, во-вторых, временные рамки очень короткие, то есть нет какого-то такого развития, знаете, какой масштаб был, когда про Марс, да, целые поколения, или вспомните Нью-Йорк 2140, там глобальная катастрофа, много персонажей, там много событий, экшен и так далее, то здесь как-то все получалось реально, бегут, 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 кто-то им поможет, бегут, бегут, бегут. Кто-то наоборот там их подставит или проще, и они только там в конце узнают, кто за этим стоит, да и финал получился довольно открытый, и все это, к сожалению, так получилось, прям бегут, бегут, и весь Роман пробежал мимо меня, то есть проходящий, мне показался Роман, действительно, на последнем он месте, для меня по ощущениям, из того, что прочитал Кима Стэна на Робинсона, но хотя, опять же, он довольно многим фантастам даст фору, вот по мыслям, по размаху, да, по ситуациям, в которые он кидает люди, да, здесь интересны есть те же диалоги между главными героями, например, как они по-разному смотрят на события, но все равно пытаются как-то договориться, каждый пытается объяснить, что там, чего кто хочет, и можно ли сделать революцию там не сильно кровавым путем, или возможно ли организовать какое-то восстание, когда уже режим устоявшимся, и в свете последних событий даже у меня в стране это довольно актуально, вот, но на тот момент, когда я читал эту книгу, я понимал, что многое описано просто схематично, схематично описано, как и китайцы, их мышление стереотипное все, схематично описано и все основные такие интересные вот пласты, как раз такие вот момент восстания, или момент каких-то переворотов, гражданских этих вещей, и могут ли люди, ну да, там все-таки они значимые люди, по крайней мере двое, тот же журналист или дочь министра финансов, вот это, ну и американец, который во все это попал, я думал, он как-то будет влиять на это все, какой-то ключевой фигуры будет, но на самом деле я этого персонажа вообще не прочувствовал, то есть зачем он был введен, вот, видимо, чтобы через него как-то раскрыть вот и революционерку, или того же журналиста, который как бы как блогер может оказываться влиять на судьбу там страны и так далее, какие у него будут контакты, выход на какие связи, тут еще будет интересна тема искусственного интеллекта, например, обыгрываться и использоваться, но тоже все было совсем чуть-чуть и не развито, как будто роман завершался очень в попыхах и времени автору не хватило, потому что я бы почитал продолжение дальше, мне показалось бы, хотелось бы развитие дальнейших событий, во что это все выльется и там могло получиться что-то интересное, но что есть, то есть. Лучше и не скажешь. Это роман «Красная луна» Кима Стэнли Робинсона, лучше почитать его основную трилогию, например, про Марс или же почитать про тот же затопленный Нью-Йорк 2140, я думаю, там поинтереснее романы, но если вы все это уже прочли и что-то хотите от атоматоров, прочитать для полноты картины, этот роман тоже стоит, но я бы не стал его сильно рекламировать, фактически за сухой стиль и за отсутствие всего того, что мне нравится в других романах этого автора, поэтому для меня этот роман очень слабый и практически разочарование для меня оно. Итак, читайте хорошие книги, с вами был Сергей, проект По, пока! Продолжение следует...